Владимир Тарасович Безбожный 23 членов возглавляемой им организации, а также о том, как и чем они живут сейчас. Материал для книги автор начал собирать с 2012 года. Пережившим тяготы войны и послевоенную разруху, уверяет Владимир Тарасович, есть о чем рассказать. Начинает рассказывать, и у них сразу на глазах о своей жизни рассказывает, как они привели, несели тяжелые годы войны, как послевоенные годы были. Ну и, конечно же, они рассказывали о своих трудовых подвигах, о достижениях, которые они совершили в жизни. И вот у меня тогда родилась мысль обязательно создать эту книгу. После выхода книги родилась идея создать проект под названием «Сохраним память о детях войны» и попытать с ним счастье на конкурсе «Наша Подмосковья» в 2019 году. К слову, за шесть лет существования премии Владимир Безбожный уже трижды становился ее победителем. И очень надеется, что и сейчас высокое жюри оценит его новый проект в достоинству. Я шесть своих пенсий потратил на 90 рублей и издал эту книгу. Конечно же, я издал всего лишь 100 экземпляров книги, немного. Но я ее вручил именно тем участникам, которые люди, 23 человека, которые здесь находятся в этой книге, им вручил, ну и другим далее. И, конечно же, хотелось бы вручить эту книгу каждому. Всего в Ленинском районе проживает пять тысяч детей войны, людей, рожденных с 28 по 45 год. На их долю пришлась мирная битва за целину, строительство десятков гидроэлектростанций, тысяч новых городов, заводов, школ, покорения космоса и другие великие свершения, сделавшие нашу страну могучей сверхдержавой. Многие из них лишены были полноценного детства. В голодные военные и послевоенные годы трудились все, даже малолетние. Неудивительно, что трудовой стаж некоторых перевалил за 60 лет. Для детей войны это закономерно, потому что многие из них пошли во время войны, работали на станках, стояли на деревянных станках и выпиливали детали. Многие работали на колхозах, собирали колоски. То есть этот труд был с самого детства. В планах автора не только переиздать книгу большим тиражом, но и выпустить продолжение, куда войдут воспоминания о тяжелом военном и послевоенном времени тех, кого мы сейчас называем «дети войны». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.